В окружной столице подвели итоги регионального фестиваля «Одаренные дети Арктики». Он проводится в регионе третий год подряд с целью популяризации достижений детей и подростков Нейнского округа. В рамках закрытия фестиваля состоялась церемония награждения победителей окружных региональных, межрегиональных всероссийских олимпиад и конкурсов, а также их наставников. Среди тех, чье имя и фамилию внесут в региональный банк данных «Одаренных детей» ученица Роснефть-класса искательской школы Дарья Бабенко. Девушка проявила себя в Олимпиаде по биологии. На самом деле изначально у меня биология не очень шла, не очень давалась, но потом я все-таки захотела связать свою будущую профессию с медициной, и поэтому мне пришлось учить биологию, и вследствие я вообще очень этим увлеклась, и сейчас действительно очень люблю биологию. Медицина в каком возрасте? Я врачом. Взрослым врачом? Взрослым врачом. Ну, я еще не знаю, но пока рассматриваю невролога. Успехами Дарьи гордится ее наставница. По словам Ольги Гвоздевой, девушка отличается целеустремленностью, а это один из залогов успеха. Это желание, это стремление, стремление побеждать, стремление добиваться, быть успешным. Все цело зависит только от ребенка. А наставник? Наставник мы направляем, мы помогаем подготовиться к Олимпиаде, успешно выступить, ну и в дальнейшем, чтобы ее в судьбе, в жизни получила именно ту профессию, к которой она стремится. Учащийся школы номер 3 Демьян Ивкин стал победителем Олимпиады по обществознанию. Своё будущее юноша хотел бы связать с наукой или общественно-политической деятельностью. Преподавание – это та вещь, которую я бы хотел, наверное, попробовать в своей жизни. Научная деятельность, наверное. Может, общественно-политическая, не знаю. Куда жизнь несет? А куда планируешь поступить учиться? Уже определился? С заведением нет, но я планирую поступать в Санкт-Петербург. Это мой любимый город. Ещё одна старшеклассница школы номер 3 Марина Кабак показала высокий результат в Олимпиаде по ОБЖ. Но своё будущее девушка планирует связать с радиотехникой. Сильна в технических предметах. И сначала мечтала быть педагогом, но потом поняла, насколько это трудная профессия. И решила, что лучше мне с техникой работать, чем с людьми. Ты считаешь себя дарил на ребенке? Или каким же, как все? Я скорее такая же, как все. Просто немножко повезло. Тех, кому так же, как и Марине, повезло добиться успеха в Олимпиадах, чествуют на региональном фестивале «Одаренные дети Арктики». Он проводится в Ненецком округе третий год подряд и призван популяризировать высокие достижения не только окружных школьников, но и студентов. Сегодня награждаются победители Всероссийской Олимпиады школьников, победители Олимпиады по краеведению и по родному Ненецкому языку, победители водного юниорского конкурса, победители среди выпускников начальной школы по окружной Олимпиаде. Также мы сегодня награждаем наших студентов из профессиональных образовательных организаций, которые также теперь принимают активное участие в Олимпиадах по общеобразовательным предметам и по профессиональному мастерству. За работу по поиску поддержки одаренных детей и за высокие результаты школьников грамотами профильного департамента награждены педагогические коллективы 1-й, 3-й и 4-й школ, а также школы-посылка искателей. Победители всероссийских олимпиад получили дипломы и денежные сертификаты. Мы гордимся тем, что в округе у нас есть такие творческие, талантливые, одаренные дети. Вы наш золотой фонд. Ваши достижения – это радость для родителей, радость для ваших семей, это благодарность для ваших педагогов-наставников. Мы гордимся вами. Впереди у вас еще много побед, много достижений, поэтому сил, терпения, целеустремленности. Еще раз поздравляю. Имена победителей пополнит региональный банк данных одаренных детей. Его актуализация продлится до начала нового учебного года. На сегодня в банк данных одаренных детей Неницкого округа вписано 268 его юных жителей, в том числе 173 в Наринмаре и 95 в окруженных селах.